Девушки отдыхают 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 района из стен котельной скоро начнут вываливаться кирпичи. Очень сложно работать, когда на них и капает, и льется все, и ветер гуляет. Сложная ситуация очень. По словам местных жителей, капремонта здесь не было никогда, хотя зданию как минимум 40 лет. Штукатурка отваливается, открытые кирпичи впитывают дожди и начинают рассыпаться. Те из них, что уже отвалились, теперь держат на крыше рубероид, чтобы его не сдуло. Дыры в стенах рабочие заделывают подручными средствами, например, пенопластом. При этом уточнить сроки проведения ремонтных работ невозможно. Эксплуатирующая организация еще не закончила оформление своего предприятия. Подробнее о подготовке небольших котельных края к зиме в нашем вечернем эфире. Завтра Краевая столица присоединится ко всероссийскому субботнику «Зеленый маршрут». Всех желающих очистить от мусора зону залива Фабе ждут уже в половину девятого в районе магазина «Леруа Мерлен», который расположен сразу за новым мостом. Если боитесь потеряться, сообщают организаторы, ориентируйтесь на зеленый мусорный бак рядом с дорогой. Сам субботник начнется в 9.00. Необходимый инвентарь выдадут. Правда, репелленты от насекомых придется взять с собой. Кстати, всем тем, кто придет, обещают небольшие подарки за уборку. А в Белокурихе в ближайшее воскресенье пройдет шахматный турнир между юношескими сборными Китая и России. В Сибири соревнование под названием «Матч дружбы» состоится впервые. От каждой страны в команде будет по две девочки и шесть мальчиков не старше 14 лет. За два дня они сыграют по две классических партии. Кстати, в сборную России попала и Виктория Лоскутова, барнаульская шахматистка, обладательница Кубка России этого года среди девочек до 15 лет. Гостями турнира будут российский гроссмейстер Никита Витюгов и китайская шахматистка, четырехкратная чемпионка мира Хоу и Фань. Они сыграют между собой две партии. Напомним, что ранние встречи между детскими сборными Китая и России проводились в Пекине, Харбине, Шанхае и Петропавловске и Камчатском. Полюбоваться городскими пейзажами с высоты птичьего полета. Парк развлечений «Орликино» разыгрывает билеты на колесо обозрения. Чтобы их получить, вам нужно зайти в группу «Наши новости» ВКонтакте. На странице есть информация о розыгрыше. Сделайте репост и зарегистрируйтесь в нашей группе, а также в группе парка развлечений «Орликино». Через неделю генератор случайных чисел определит троих победителей. Их пригласим к нам в редакцию, где и вручим билеты. И в завершении выпуска о погоде спонсор прогноз погоды компании «Эвалар». Когда беспокоит сердце, повышены давление, холестерин и сахар в крови, принимайте лекарства «Кардиоактив Таурин». «Кардиоактив Таурин» от компании «Эвалар». В регионе по-прежнему жарко. В отдельных районах грозы. В Клунде, Бийске и Рубцовске 28, Валейске и Заринске и Славгороде 29. В Барнауле возможно гроза. Ветер северо-западный временами порывистый. До 28 выше нуля. Полная картина дня в нашем вечернем выпуске. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова